Расположенный на берегу у бока Которского залива, Котор всю свою историю напрямую связан с морем. Несмотря на то, что люди начали селиться здесь еще в глубокой древности, Котор так и не стал большим городом, хотя одно время играл довольно значительную роль в торговле на Адриатическом море. Первые исторические сведения о Которе появляются во времена Римской империи. Плиний-старший, живший в первом веке в естественной истории, упоминает небольшой городок под названием Акрувюм. Большую известность город получил уже после разделения империи, когда вошел в состав Византии. При императоре Юстиниане в 535 году здесь была построена крепость. Именно эту дату можно считать датой основания города, который тогда назывался Декотера. Название это, как и практически все, что известно о городе до X века, можно найти в труде императора Константина VII, Парфира Родного, об управлении империей, являющимся одним из самых ценных источников по истории Византии. Значение Котора постепенно росло. К тому моменту, когда он вошел в состав сербского государства, он представлял собой богатый торговый город со своим самоуправлением, резиденцией епископа и двумя монастырями – францисканским и доминиканским. Несмотря на то, что Котор долгое время был византийским городом, доминировала в нем католическая религия, приверженцы которой составляли основу городской власти. Именно поэтому в современном Которе сложилась странная ситуация. Большая часть населения придерживается православной веры, но располагает гораздо меньшим количеством храмов. А в тот период Котор был сильно романизированным городом, большая часть населения говорила на далматинском языке, входящем в группу романских языков, а сам город получил итальянское название Катарру, позже преобразованное в Котор. Когда первый сербский государь Стефан Неманя объединил черногорские и сербские земли, который довольно быстро стал одним из главных сербских торгово-ремесленных центров, сохраняя, впрочем, немалую автономию. Экономический подъем не мог не сказаться на культурной и общественной жизни, и в XIV веке в Которе уже сложились вполне самостоятельные иконографическая и архитектурная школы. Пожалуй, это был самый лучший период в истории Котор. С падением сербского государства под турецким напором перед маленьким городом-республикой, в одночасье ставшим независимым, стала угроза османского вторжения. В этих условиях правителям города ничего не оставалось, как в 1420 году признать себя вассалами Венецианской республики. Однако в результате Котор на долгие столетия стал полем боя между двумя крупными морскими державами. Вдобавок, на прежде благополучный город обрушились и другие несчастья. Так только в течение XV века, в которой было четыре большие эпидемии чумы, а в следующем столетии два крупных землетрясения. Но, несмотря ни на что, город выжил. XIX век ознаменовался для города чередой революций, Ведь после 1797 года, когда Котор вместе со всеми венецианскими владениями стал частью Австрийской империи, новое правительство принялось жестоко притеснять православное население. С другой стороны, такое отношение вызвало ответную реакцию, в которой стали открываться различные сербские национальные общества и учреждения, тайно или явно стремившиеся к воссоединению здешних земель с уже получившим независимость сербским государством. Первая мировая война обернулась крахом для большинства империй Старого Света. Не избежала этой участи Австро-Венгрия в 1918 году, Котор вошел в королевство сербов, хорватов и славянцев, позже преобразованное в королевство Югославии. Во время Второй мировой войны Котор был оккупирован итальянскими войсками, а после ее окончания вновь стал частью Югославии. Известные события, начавшиеся в 1991 году и продолжавшиеся все 1990-е, к счастью, практически не отразились на Которе, находившемся вдалеке от главной зоны конфликта. Сейчас Котор – небольшой курортный городок. Его основной доход составляют многочисленные туристы. Ведь, пожалуй, нигде в мире нет такого смешения архитектурных стилей разных народов, как здесь. Субтитры создавал DimaTorzok